Время уже 25 минут второго, в 3 часа. В садике встречаемся, туда придет фотограф, будет фотографировать. Так, сейчас хотела я вам показать, я вам обещала показать наши вещи. И когда откроется замок? Замок, это, ермачок, это еще долго, мы сегодня идем в садик фотографироваться. А в замок, это когда будет Рождество, тогда пойдем в замок. Так, хотела я вам показать, как обещала вещи, которые мы приобрели вчера. Сейчас вам покажу. Так, ну, кофты вы уже видели, штаны я вам тоже показывала. Сейчас покажу наши вещи. Так, Саша купил себе вот такой вот свитер. Сначала думал, что пойдет в нем фотографироваться. Мне кажется, он чем-то напоминает новогодний. Стоил он изначально 25 евро. Купил он его за 10. Была вот такая вот распродажа. Дальше идет вот такая вот рубашка. Чисто черная с длинным рукавом. Это все покупали мы в магазине Хантем. 20 евро стоила эта рубашка изначально. За 7 евро мы ее взяли. Дальше. Вот такое вот платье с V-образным вырезом. Такое вот оно идет. Оно изначально стоило 25 евро. Так, извиняюсь. Так, 25 евро стоило это платье. Потом его уценили до 15 евро. Оно было одно единственное. И оно было немножко, немножко ушатанное. В плане чего? В плане того, что, вот видите, где пуговичка, здесь порвана петелька. И сзади, видать, когда примеряли, здесь немножко порвалось оно по шву. Ну, только по шву. И его уценили до 15 евро. Хотя это и размер 44. Казалось бы, он небольшой. Но он получается, наверное, как маломерка идет. Вообще так классно сел, свободненько. Мне прям очень-очень понравилось. И даже, что оно было немножко ушатанное, я его купила. Прям сначала не купила. Сначала сказала, ай, ладно, ушатанное, не хочу брать. А потом вроде думаю, нет, надо взять. Раз понравилось изначально, значит, надо брать. Потом купили Изабель вот такую вот белую водолазочку. Стоила она 2 евро всего лишь. Это мы покупали в Вольворке. Это ей я купила специально под платье, в котором она сегодня пойдет. Далее мерила я вот это платье. Это платье такое вот оно как серебряной ниткой прошито. Стоит оно без скидки. Это новый завоз, только повесили на манекены. 9,99, это сзади так. Не знаю, я в нем как-то чувствую себя немножко голой. Но Саша, говорит, смотрится хорошо и попросил, чтобы я его купила. Ну, я слушаю мужа, поэтому я его взяла. Далее купила себе вот такую рубашку. Сегодня планирую в ней пойти на вот эту фотосессию. Изначально она стоила 20 евро. Где тут ценник? 20 евро, 42 размер. И 10 евро. За 10 евро я ее купила. Свободно на мне вообще. Ну, классно, замечательно. И ткань тоже клевая. И в Хаентеме еще мы купили... Сейчас, дермачок, подожди. И в Хаентеме еще я купила деткам футболки. Получается, это футболка на климушку. Изначально цена была 12,99. Купила я за 5 евро две футболки. Они прям вместе были. Вот эта полосатая и обычная черная. И купила футболки Ермаку. Изначально 10 евро стоили, но купила тоже за 5. Полосатую и черную. Так что, ладно, будем мы мериться. Ах, вот я еще забыла же. Быстро покажу сейчас. Вот Саша померил футболку. Рубашку. Тоже покупали мы ее вчера. Запланировали, что вместе пойдем мы в белых рубашках. Но не знаю, может она черную оденет. Посмотрим. Эта рубашка сколько? Капец. Да. Рубашка сколько это стоило? 10 евро. Мам, вот у тебя ценник. Изначально она стоила 25 евро. За 10 евро мы ее взяли. Ну вот, будем сейчас с ним мериться. И решим, в чем пойдем. Детки у нас уже... Мы уже решили, в чем пойдем. Все, ладно, меряемся. Ну вот и все. Я почти что готова. Остался только одеть сюда ремешочек. И буду уже готова. Да, Сашенька? Сашенька сейчас будет тоже одеваться. Тут такие вот. Видно, не видно. Разрезы. Сейчас Саша меня снимет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова